Все, это пишет. Это у меня уже стало. Продолжаем. Запись. Вера одна на всех. Очень классно, кстати, название. Мне нравится. Надо с Аленой познакомиться будет обязательно, потому что тема хорошая очень. Я думаю, у вас будет много общих тем для разговоров. Дай Богу, да. Мне нравятся очень такие вот... Кстати, вот такие встречи в последнее время происходят. Какие-то очень интересные такие, с разными людьми, очень разными. Вот, и я думаю, что это тоже свыше. Такое, знаете ли, дается, да. Какого-то опыта, какого-то познания. Да, да, да. Хорошо, вот следующий вопрос, он очень интересный. Перенос болезни на животное очень часто и активно используется в черной магии. Как вы к этому относитесь? Негативно, конечно же. Негативно. Вообще, такое понятие, как перенос, как говорят, с больной головы на здоровье. Значит, да. Вот, и воспринимаю, как именно как раз вот ту магию и тот оккультизм, против которого я всей душой встаю. Потому что для меня это недостойно. И, хотя, и в религии есть такое понимание, допустим, человек религиозный надеется, как правило, что вот какой-то святой понес его какие-то страдания, там, он отстрадал за нас. Да, да, да. И, а вот по поводу переноса на... Хотя, люди замечают, кстати, вот, некоторые животные реагируют, допустим, даже как сами. Вот, приходят к человеку, допустим, у меня вот три кота дома. Вот, они тоже реагируют на меня. Вот, один из любимец, который вот постоянно ко мне, вот, мордочка тычется, он все время, значит, и так смотрит, прям, как собачка, прям, так передана, так вот. Удивительно. Глаза в глаза тоже так смотрит. Вот. И, знаете, или деревья. Некоторые деревья, вот, я воспринимаю, как именно, я вам скажу, как молитву. Вот, знаете, не всегда, не везде, но некоторые деревья я воспринимаю, как молитвенники тоже. Потому что все дышащее, оно написано в Библии, даже хвалит Господа. И животный мир, и растительный мир, на самом деле в этом мире, видимом нашем, да, реальном мире, который реальный, но не такой реальный, как Божий мир, естественно, реальный. В этом реальном мире, значит, все взаимосвязано, и растительные, и животные, и все, и наш человеческий мир, безусловно, и мы часть друг друга, и даже друг друга тяга на сети написано. Вот интересно, заставить другого нести тяга, это, я считаю, грех, это неправильно. Но, когда это в любви совершается, допустим, вы мне рассказываете, конечно, что-то о своих страданиях, переживаниях, допустим, да, я это воспринимаю, как вот, со-страдаю, получается, да, я со-чувствую. То есть, я тоже начинаю что-то чувствовать, хотя меня, может, не обидели, а вас обидели, да, допустим, но я это чувствую, тоже начинаю что-то чувствовать, и тоже страдать начинаю, хотя я, меня это не задело лично, а это вас задело, допустим. И вот, но когда я это сочувствую и со-страдаю, то это не перенос болезни, а это как бы разделение. И вам уже легче уже, вы чувствуете, что все замечают, что вот поделилась, да, с человеком, и вроде как бы, вроде не так уже тяжело уже, вот, потому что мы разделяем. И вот самое прекрасное, когда в наших взаимоотношениях внутри мира человеческого, друг с другом, или же животным миром, растительным, когда оно в любви, по доброй воле в любви совершается. Вот это правильно. И это есть дар любви на самом деле. Когда мы сострадаем, сочувствуем друг другу. Допустим, я сейчас в Туре живу, у нас там такая маленькая трагедия, но для меня это большая трагедия была. Росли вековые деревья. И вот недавно, это на территории одной из средних школ, так получилось, две школы объединили в одну. И там территория большая, она стала огороженной теперь, эта территория. И деревья, пережившие не одну войну, пережившие столько поколений людей, красавцы, в тени этих деревьев, вы не представляете, огромнейшие. Их самолеты были, было очень хорошо видно, эти деревья. Их спилили недавно. И я приходил к этому пеньку, знаете, у меня прям слезы наворачивались, я вот подходил, и знаете, у меня было такое, как будто час моей жизни спилили. Я подходил к этим деревьям, и я понял, что они молятся, они пережили столько поколений людей. И притом они не были трухлявыми. Когда пенек, осмотрел полностью пенек, самое удивительное, здоровый пень, значит, дерево было от и до полностью здоровое. Это столько столетий, значит, и она пережила, и вот по решению каких-то чиновников, как сиюминутных, они решили сделать там какую-то площадку, там, заасфальтировали. Но зачем? Это такую красоту уничтожили, представляете, которая закрывала пол школы, закрывала этой тенью. В одной из школ был, во время войны был, вот, в последней войне был лазарет, и там раненые находились люди. И вот старики рассказывали, это дерево закрывало весь лазарет, полностью закрывало этой тенью. Думаю, вот, сколько людей страдало, я видел это дерево, и его спилили. Понимаете ли, вот, и ради какой-то выгоды, там, денег, что-то, чего-то еще, люди уничтожают все это. И то же самое с животным миром, да, допустим, значит, да, вот, если, допустим, у тебя кошечка, там, собачка, значит, да, значит, и она берет какие-то твои болезни, да, то и ты берешь ее что-то, по-моему, болезни, то вы сострадаете друг другу, вот, вот это правильно. Вот, и даже в Библии пример есть такой, там, когда лазарь, там, был, вот, некто, бомж, будем так говорить, нищий, там, у него были собаки, которые любили его, приходили, написали, псы, приходя, лизали с труп и его. То есть, они, они сострадали именно, получается. Вот, но насильно, мил не будешь, насильно, это, вот, как, есть черная магия, да, вот это вот, это зло, пытаться насильно что-то сделать, это зло. Вот, также в магии изгоняют бесов на животных. Да, да. Это тоже касается черной магии, вот, как вы к этому относитесь? В религии то же самое есть, в религии то же самое есть, и, наверное, в религии, в магии много общего. Просто, знаете, чем, наверное, ближе родня, тем больнее ссоры бывают и, как бы, неприятия. Наверное, поэтому конфликт такой многовековой, где-то из-за зависти, где-то, вот, религия и магия в чем-то схожи. Допустим, в традиционном православии взять, допустим, да, много примеров интересных таких, можно назвать тоже исторических, когда отцы церкви, там, изгоняли, допустим, каких-то, там, бесов, допустим, из человека, животных. Вот, как раз по этому поводу. Примеров очень много. В Евангелии, там, пример есть тоже, да. В Евангелии написано о том, что Иисус изгнал бесов из человека в свиней, которые впоследствии сбросили с горы. Да, да, да. Вот это ли и есть магия? Можно назвать это магией, можно назвать. Вообще, в этом идет еще обличение, потому что евреям нельзя было свинину есть, значит, а в земле этой Гадалинской выращивали свиней, был выгодный бизнес. Вроде я сам не ем, значит, но на продажу это делаю. И это был грех, который этим самым поступком был обличен. Поэтому жители этой страны, они вышли потом и сказали Иисусу, не уходя с нашей территории. Они не восприняли, они хотели по-прежнему заниматься этим бизнесом. То есть, ну, хотя пример-то очень такой яркий, значит, и, честно говоря, для меня непонятный пример. Вот то же самое, как, допустим, проклясть дерева, там, допустим, смоковницу, инжир, который Иисус проклял, значит, и она засохла. Хотя было время не собрания плодов, то есть это было не по сезону было совершенно. Вот и, будем так говорить, поведение Иисуса здесь тоже не является идеальным поведением. Вот то же самое про этих бедных несчастных животных, которые в итоге погибли. Мы прекрасно понимаем, что бесы – это существа, у которых нет тела. Бесы не тонут. Да. Это точно. Они в любом случае куда-то будут переселяться. То есть не проще ли было тогда их изгнать куда-то в преисподнюю, либо туда, где люди не ходят и птицы не поют? Да. Или в пустыне, или в преисподне. Я лично за это. Я лично за это. Когда я молюсь за освобождение людей, я не часто так молюсь, но бывают такие моменты. Бывают порой это дороги. Путешествовал бла-бла-кар, а у меня стало бла-бла-черч. Знаете ли, это поездка. Бывало, что приходилось молиться за освобождение людей. По их просьбам были переживания некоторых людей. В таком случае я молюсь за людей, то я повелеваю туда уже, когда уже приходит момент именно освобождения, по-ребесам уходить в места безводные, бесплодные или преисподне. Не в животных, не в людей, не в кого-то еще. Потому что нет смысла страдания переливать их из одного. Из сосуда в сосуд. В сосуд, да. Да, совершенно верно. Вот кому разрешают изгонять бесов в православие? И дает ли на это разрешение Бог? Ну, если брать Бог, он дает разрешение в целом для людей, потому что в Библии об этом есть прямые указания. Но в церкви не все так просто. У католиков в этом плане проще. У них есть официальное письмо, разрешение некоторым священникам на то, что они занимались подобным видом деятельности. Допустим, в Украине я общался с одним священником, значит, отец Василий, который имел, он католик, сам грехокатолик. Он имел от Папы Римского бумагу эту, значит, именно заниматься экзорцизмом. Изгонять бесов он имел полное право. Вот в православии нет такого де-юре, но де-факто этим занимаются некоторые священники, обычно старцы, монахи там занимаются этим. Вот здесь вот неподалеку, в Троице Сергиеве Лаври, в свое время отец Герман Чесноков там бесов гонял, значит. Но опять-таки, знаете, как правило, это вот на авось и небось. Вот это все как-то так вот неопределенно. Вот мне позиция католической церкви больше по нутру, потому что надо все-таки иметь для священнослужителей некоторых еще и де-юре. Потому что очень часто все на самотек пущенное, иногда это попадает в десятку. Иногда священники берутся за это служение, и они как бы успешны. Но, как правило, получается курм на смех даже. Вот. А вообще, если брать в целом, Бог дает ли это человекам? Да, дает. Я считаю, что любой человек, и вы, и я, и любой человек, он вправе этим заниматься, если это внутри, на самом деле, него самого происходит. Кстати, Иисус Христос, когда уходя уже в Вознесение, да, Он говорил интересно очень ученикам своим, «Кто будет веровать и креститься, я говорю, спасен будет». И у верующих будут сопровождаться их знамения. И именем Моим, первое знамение, которое Он сказал, именем Моим будут бесов изгонять. Вот. Но в современной интерпретации, в средневековой и в современной интерпретации слов Иисуса Христа, «Кто будет веровать и креститься». Это что, крестное знамение имеется в виду или что? Или же крещение, как погружение в воду? На самом деле, и не то, и не другое. На самом деле, во времена Иисуса Христа, там слово «баптизо» стоит, «баптизо». И до Иисуса Христа, до нашей эры, лет за 200-300, и после Иисуса лет 400-500. На протяжении всего этого долгого времени в эллинской литературе слово «баптизо» использовалось для описания не просто окунания, погружения как окунания, а именно погружения, как погрузиться и пребывать там, и пропитаться всем тем, во что себя погрузили. «Баптизо» – это слово использовалось, как правило, для описания соления овощей и огурцов, в частности. Вот, значит, в эллинской литературе античной. Вот, и «малосол», допустим, греки тоже любили, но «баптизо» не называли. А «баптизский огурец» какой был? «Баптизо» – огурец. Это который прошел полностью просолку, имеет соль в себе уже. Почему я это рассказываю? Потому что слова Иисуса в то время, они звучали примерно так, для современного слушателя, чтобы было понятно. Кто уверует и погрузится в меня, пропитываясь, пропитываясь мною, то будет спасен. И он тогда чудеса и знамения будут сопровождать. Понимаете ли, не просто обряд крещения или крестная знамененность, можно махать, хоть всю жизнь маши этим крестом, или погружайся хоть в Иерусалиме, или в Иордании, прямо в Израиле, или хоть каждый божий день погружайся в ваню у себя, в бассейне где-то. Это не поможет. А «баптизо» – настоящее крещение, что такое? Это погружение в него, в его любовь, в океан его любви, и пропитывание им. И даже в Библии говорится, в Новом Завете, интересно, имейте соль в себе. И всякое слово забудет солью написано. Очень интересно. То есть, соль – божеское естество в тебе, в человеке. То есть, погружаться в него и пропитываться Создателем нашим, Богом нашим, Иисусом Христом. И тогда чудеса и знамения сопровождают. То есть, не ношение рясы нас, и даже не папское с подписьми, с печатями, бумагой, а именно реальное твое погружение в Бога, в океан его любви. Когда бездна бездну призывает. Потому что внутри нас есть бездна, которая просто притягивает эту бездну, великую бездну, милосердие и любви Бога. Вот получается, если ведьма изгоняет бездну, то она тоже получает разрешение от Бога на эту деятельность? Ну, вообще, человек любой, я считаю, как бы он ни назывался, как бы он ни рядился, какие одежки, какие бы термины ни использовал, любой человек имеет от Бога послание в этом мире. Поэтому я считаю, что даже если человек называется ведьма, или как он называется, но если он на самом деле человек, мужчина или женщина, неважно даже, кстати, неважно, какой он взрослый или юный совершенно человек, если он погружается в Господа, в океан его любви, то он просто неизбежно несет в себе вот это послание. Это как вот винегрет готовить, допустим, да, даже не нужно солить специально, если есть миска соленых огурцов, порезать все это, перемешать, оно все будет уже солено. Вот то же самое, ты неизбежно несешь вокруг себя, осоляешь все вокруг себя просто-напросто. Вот скажите, в христианстве очень много святых мучеников, которые отдали свою жизнь во имя страданий. Вот скажите, какую пользу несли эти страдания для человечества? Они что-то изобрели, что-то открыли, вот зачем, почему их причислили к лику святых? Ну вот так вот, просто так не ответишь даже, потому что на самом деле это десятки тысяч имен, если брать православную католическую традицию, это множество имен. Вообще, если брать православный календарь, допустим, да, откроем, там больше половины имен всех это мученики и мученицы. И это очень разные имена на самом деле. И мучились люди по-разному совершенно. Вот, значит, кто-то исповедовал веру в Бога, допустим, и был убит за эту веру, как, допустим, Стефан, первый мученик, значит, о нем описывается, один из дьяконов первой церкви. Вот, кто-то был убит просто за свои религиозные суеверия и мракобесия свое, там, значит, там, совершенно недостойный пример такой абсолютно, как, допустим, там, некоторые монашки, допустим, там, в средние века, которые там даже убийства совершали сами, были по уголовному тогдашнему кодексу Византийской империи, были приговорены к смерти, были казнены, но их впоследствии канонизировали как святых мучениц. Как бы это совершенно недостойно абсолютно. Либо инквизиторы. Либо инквизиторы, да, это совершенно недостойно даже, значит, делать из них там культ такой определенный. Для меня мученик, это в первую очередь классический пример, такой христианский, это человек, который любящий Господа и свою веру исповедующий перед людьми, вот, да, и, да, за свое убеждение он пострадал. Знаете ли, допустим, порой мучениками называли те, кто убивал других людей даже, но это неправильно, недостойно. Вот, я знаю, что для меня пример мученичества, такого достойного, это сам Иисус Христос, и даже распиная на кресте, вот, он, будучи распиная, он прощал, любил, благословлял людей, даже своих убийц, он прощал, и даже в молитве он там не просил, там, Боже, покарали их, там, значит, а наоборот, даже Отец Бог, не вменим греха всего, они даже не понимают, что они делают. Понимаете, вот, пример такой вот любви, и Стефан тот же самый, там, упомянутый уже выше, он, значит, тоже, там, убивали, попивали камнями его иудею, а он благоставлял, значит, там, значит, тоже молился не вменим греха всего Господи, значит, то есть, как бы, человек, который, человек мира, человек любви. Понимаете ли, вот, для меня это пример положительного такого мученика, да. Ну, опять-таки, каждый пример нужно рассматривать, потому что примеров очень много, и достойных, и недостойных, даже, кстати, недостойных, даже больше, наверное, к сожалению, примеров, если брать календарь в целом, вот, православный календарь церковный. Вот, я стараюсь в изданиях наших, вот, календарей, уже информаторской церкви православной, как обновленческих календарей, минимум имен давать, во-первых, во-вторых, ну, как бы, все-таки имена, ну, какие-то положительные, понимаете, примеры, да, не отрицательные примеры, вот. Ну, вот, давайте поговорим о святых мощах. Я знаю, вы уже сказали о том, что вы негативно относитесь к целованию мертвых тел, почитанию мертвых тел. Вот, вот, как вы считаете, почему Минздрав закрывает глаза на, вот, нарушение полной санитарных норм? Это же касается и причастия из одной ложки, и целования икон к большим количествам людей. Вот, почему это? Я думаю, это политика. Я думаю, когда, вот, один из примеров, кстати, мы уже затронули выше, отличие веры и религии, да? Так вот, я затрону сейчас больной нерв, где больно как раз. Вера, она, как раз, как правило, с политикой не пересекается. А религия, она, как раз, пересекается не просто, она имплантирована в политику. И, как правило, переплетаются так сильно, что это, как бы, часть одного движения. Религия, политика. И инквизиция, кстати, рождается всегда, исторически, когда, вот, на стыке соприкосновений, политики, религии. Всегда. Будет в Западной Европе или на Востоке у нас, всегда, в православном мире, всегда это, вот, стык. Это, знаете, как вот, искра всегда возникает. И поэтому, даже вот то, что сегодня закрывать глаза на вот эти вот, ну, недостойные вещи, целование останков человеческих. Даже здесь, в Москве, допустим, когда открывали шкатулки эти, гробницу, можно было целовать кости, прям, умершего человека, не через тепло, а лично, прям, эти останки человеческие. И, к сожалению, я сам это делал тоже. Вот, и потом в этом каялся и, значит, и отрекался от этого просто-напросто. Вот, как вы упомянули уже, причастие с одной ложечки. Значит, потом, значит, потому что приходят люди, ну, явно даже, я не медик, но видно, что ходячая инфекция. Там, допустим, без определенного жительства человек, допустим, значит, там, и там видно, что это, ну, нужно ему лечиться. И очень много. А следом за ним буквально стоят молодые люди, чистые, невинные, здоровые люди. А потом еще опоздавшие с плестилки подбегают с младенцем-гурничком, который еще там совсем ему там пару недель утро, всего лишь. И этой же ложечкой туда ему, это, мне стыдно до сих пор, что я делал это раньше. До 96-го года я причащал людей, и вот в Лязани, допустим, когда, ну, в сельском храме там хотя бы как-то ты можешь как-то постараться, обезопасить, как-то, может быть, протирать лучше там. Хотя, как ты протираешь все равно, если после инфекционного человека, простой протиркой, тем более, ничего не достигнешь, безусловно. Вот, ну, а в соборе я насмотрелся настолько на эту гадость, мне было мерзко просто. И вообще по жизни я так не могу, грызгливый человек, а вот, а здесь, понимаете ли, когда вот, это лжи взятые, я ахнул просто, священники, там, отец Иоанн был такой, покореев, ягумен у нас, значит, в соборе, и этих бомжей, и потом тут же с крестилки, мамаши, они все время с крестилки попозже их подводили к чаше, вот, причащайтесь там в храме. А у нас крестилка отдельно была, храм отдельно получается, и после обряда крещения, они все туда, значит, в храм мамаши, вот, с причастием, к причастию. И после бомжей, и после всех этих вот как раз грудничков, невинных грудничков, и это ужасно. Знаете, вот, я так, у меня вот самого потом дети стали рождаться, значит, и вот, и у нас шестеро детей, супруги, да, у нас три мальчика, три девочки, вот. Вот, и когда мы были в традиционной православной церкви, я был смещенником там, в РПЦ, то у нас первых двое наших родилось детей как раз там, и я понимал, что я буду пересматривать эти вещи, и старался всегда отдельную ложиться иметь для детей, отдельную для взрослых. Ну, но даже это не решает проблему, все равно не решает проблему. Я думаю, надо много что пересмотреть, как, допустим, та же самая, допустим, православная церковь, я был в США, значит, греческий патриархат, вселенский патриархат, они решили проблему довольно просто, как вот в протестантских церквях там отдельные мензурочки у каждого, отдельные чашечки такие, раздают их, значит, и это практично, очень просто, одноразовый пластик, видите, по-моему. Безопасно. Безопасно, да, значит, и мне это нравится, честно говоря, больше, да, чем вот практикуем мы ныне. Да, да, вот, и о целовании вот этих икон, допустим, да, ну, знаете ли, это настолько ужасно, что вот там все зацеловано, и, да, их протирают, да, сейчас, особенно в Соборах, вот я заходил в Елововский Собор, если мы, значит, на Баумовской, значит, там, да, матушки там протирают, значит, там, и чем-то еще там брызгут,aa, но все равно, как бы она не старалась, да, матушка там в течение дня, там, протирать время от времени, но все равно люди подходят, а там скопление людей постоянно, поток там просто невероятный, с утра до вечера, и поэтому все равно это зараза, инфекция. Кстати, особенно монастыри являются, насколько я знаю, из источников как раз Минздрава, Украины, по крайней мере, потом Белоруссии, публикации были такие, что именно монастыри являются разносчиками таких заболеваний, потому что там особое скопление людей всегда, особый контингент как раз, и чаще всего больных людей, туда приходящих, и места паломничества туда привозят и детей, и поэтому источник смешения заболеваний ужасных. Как Вы считаете, зачем Богу жертвоприношение? Я говорю о иудаизме и о мусульманстве. Неужели Богу нужны смерти животных? Уже не нужны, и даже вообще не нужны, скажу так, вообще не нужны. Потому что, как христианин я понимаю это так, что 2000 лет назад жертва уже была принесена. Сам Божий Сын себя отдал за всех нас, чтобы однажды и навсегда приобрести искупление вечное, и чтобы показать, что все, не делать этого больше, прекратить это больше. Все, значит, что уже жертва совершена, и даже когда Иисус умирал на кресте, Он воскликнул, совершилось, и завеса в хаме разорвалась, как знак такой, что все, прекращены жертвой. И даже в Талмуде, где рассказывается не только вероучительные моменты иудаизма, но и исторических фактов очень много, в Талмуде в разделе Йома рассказывается интересно, что как раз, я изучаю разные религии, одна из моих тем в библейских школах, сравнительное богословие, христианство, ислам и иудаизм, а также внутрихристианские разные течения тоже рассматриваем. И в Талмуде рассказывается, что последних 40 лет, перед тем, как храм был разрушен, жертва в храме не принималась всемогущим Богом. И этому есть очень много исторических таких свидетельств потрясающих. Храм был разрушен в 70-м году нашей эры, отнимаем 40 лет, получаем как раз 30-й год нашей эры. То есть время страдания Иисуса получается на кресте, потому что его историческое Рождество было раньше, чем это принято считать, на 3,5 года. Это было в сентябре, по-нашему, получается, 4-й год нашей эры. И в 30-м году совершилось его приношение, будем так говорить, непорочного. И всякое жертвоприношение отныне отменено, безусловно. И это не только ислама касается или иудаизма, это и касается и христианства, потому что в христианстве тоже порой люди воспринимают как необходимость какой-то бескровной жертвы, допустим, говорят, в храме, допустим. Нет, жертва совершена уже. Вот, жертва любви. И поэтому мы ничего не должны, ни Богу, ни друг другу, кроме взаимной любви. Ну вот вы говорили о том, что Бог есть любовь. Да, да. Почему же тогда в мире такое огромное количество смертей, смертей ни в чем не повинных детей? И наверняка вы знаете о том, что среди христиан очень большое количество онкобольных. Да, да. Почему так происходит? Вы знаете, ответов у меня нету на это все. Есть, конечно, разные ответы. Я читал разные ответы разных людей, разных священнослужителей, слушал на эту тему. И православных, и протестантов, и католиков. И мусульманских проповедников, кстати, и иудейских проповедников. Но я до сих пор для себя не нашел ответов на эту тему. Я знаю одно, что Бог мой есть любовь. Я знаю, что ему противно то, что происходит болезнь. Когда человек болеет, когда страдает, я знаю, что это противно его природе. Я знаю и внутри это понимаю. Иногда меньше, иногда больше осознаю это. Но иногда это острее, иногда это притупляется, это восприятие у меня, честно говоря, по жизни. Но я всегда понимаю, что смерть, даже сама, болезнь, нищета, это противные божескому естеству вещи. Ненависть, злоба, это противно сути моего Бога, божества самого. И я воспринимаю это как ненормальное влияние. Поэтому, когда молюсь здесь исцеление людей, то я всегда воспринимаю это как не сверхъестественное даже чудо, а воспринимаю это как возвращение к нормальному состоянию, естественному состоянию. Когда человек болеет, это не естественное его состояние. Хотя, опять-таки, из-за себя скажу, что порой молюсь и нет исцеления, допустим, из-за себя, за родных, за близких, или за незнакомых людей молюсь, допустим, и не происходит этого. Я не знаю, почему не происходит это. Я знаю, что, согласно Библии, 5779 лет тому назад ход мировой истории, он очень сильно был нарушен. Через грехопадение, через отпадение. И я так рассуждаю, все страдания, они возникали и возникают именно через это. Кстати, когда 3331 год тому назад Моисей выводил из Египта народ, то одно из знамений было какое, что все вышедшие, а это порядка 3,5 миллионов человек, были исцелены. И больше того, их обувь не стартовалась, их одежда не ветшала. Вот на протяжении 40 лет путешествий по пустыне, их ноги не пухли. Что такое в пустыне ходить? И знаете, это одно из знамений. И когда Иисус Христос в своей земной жизни служил, одно из знамений было Его служение, это всеобщее исцеление. Хотя были моменты, и у него были моменты, что не всех он мог исцелить. Порой даже, как ни странно, в своем родном Мазовете, где он прожил большую часть жизни своей сознательной, он не мог сделать чудеса. Потому что даже удивлялся неверию людей, вот, из-за неверия как бы людей, вот, даже его служение заходило порой в тупик, понимаете ли. Вот, значит, или, допустим, ну, в разных ситуациях, будем так говорить. Но чаще всего он действовал как именно целитель. Вот, и я знаю, ну, что он очень, если брать вот отражение разных материалов, да, отражение света, то Иисус, личность Иисуса Христа для меня это, ну, скажу так, такой прекрасный образ. Он отразил большинство очень, ну, хорошо, очень красиво, вот, и поэтому для меня, вот, ой, я когда в онкоцентрах бываю, редко, но бываю, я скажу, вот в Киеве, допустим, там, значит, республиканский онкоцентр посещал несколько раз я, ну, не то, что несколько раз, много раз, но первый раз я помню самую вот эту, импрессию, вот это впечатление, это, знаете, как будто ты сходишь в ад просто, вот реально, как будто сходишь в ад. На улице там троллейбусы ходят, люди ходят, все там вроде хорошо, мило, жизнь, туда заходишь, вот переступаешь порог, как будто в ад спускаешься, я сразу не понял, что случилось, вот зашел, как будто на территорию смерти зашел просто, реально, и ты, им бесполезно говорить какие-то проповеди, им не нужны были наши апельсинчики, что мы там принесли, нам наборчики какие-то, все это ничего не нужно никому. Там нужно одно, здоровье, все, и там такие, особенно в детском корпусе, отделение, там дети, это самое было страшное вообще, честно говоря, когда там лежат груднички еще, года нет еще этим деткам, а рядом такая же опухоль от них, вот это настолько ужасно, и страшно, и мерзко, и вообще, и матери там, я видел этих матерей, знаете, как будто бы это вот, ну, как сказать, не знаю, как будто смерть ходячий просто, все. А там, перед тем, там, отец Олег у нас рассказывал, что вот, когда мы сейчас пошли, вот это отделение, ну, так, неофициально оно, как называется, ну, списанное уже, то есть, как бы, уже прошедшее всякое, терапию всякую, там, и уже, уже, ну, официально их не говорили, что это списанное, но все понимали, что туда отсылают, в тот корпус, уже списанное. Да, да, и там каждый день выносят уже тела, и за одну девочку молился, я думал, она, ну, она высохшая просто вся такая, оказывается, ей уже в 17 лет уже, просто она, ну, как вот, ребенок совсем малый, значит, и высохшая вся, волос нет, молился, пел благословение на ее жизнь, вот, и, понимаете, вот, и сам не знаю, как вот, понимаю, что... Господь помилуй, знаете, вот, я очень хочу пропитываться Богом, Его любовью, чтобы вот это исцеление приходило в жизнь людей, потому что потом, да, потом были разные случаи, потом, к сожалению, приходили уже, многих уже не было, уже умерли, уже, да, и... А другие были исцелены, интересно тоже, потом, тоже из этого списанного отделения были исцелены, там один вообще был случай, вообще потрясающий, девочка одна, она уже ранилась с опухолей уже, вот, и у нее один глаз не видел, с самого рождения, как врачи определили, значит, там, а второй лишь слегка реагировал, вот, и опухоль выдавливала глаза, у нее один глаз потом удалили, око одно, одно, яблоко одно оставили, значит, нос, родители богатые, значит, и могли позволить в Америку везти ее, в Израиль везти в клинику, но и там, и там отказались, потому что признали уже, как бы, такая, такая, такой битва этого рака, что не поддается уже, и в самом лучшем случае, вот, еще год проживет, ну, просто как инвалид, и потом уйдет уже душа эта, и вы знаете, значит, когда девочка была исцелена, вот, и... Да, кстати, момент, яблоко-то и удалили, значит, проверяли и не нашли опухоль вообще, врачи охнули, тоже, и на сегодняшний день девушка уже в школу заканчивает уже, ну, учится, вот, если бы я не знала ее истории, один глаз у нее, значит, там, ну, сделали такой протез, как, ну, там не поймешь даже сразу, что это протез, вот, значит, а второй глаз, который лишь чуть-чуть видел, сегодня 100% видит, девочек вообще, представляете, опухоль никак не бывало, возили потом, перепроверяли, думали ошибки какие-то, что, перепроверяли в Израиле, перепроверяли в Америке анализы, значит, там, признали и те, и те, признали полностью здоровый, представляете, и Володя, ее отец, он настолько, он вообще и раскаялся, и все, у него там были неправильные в жизни дела многие, и он потом рассказывал, изменил все это, отказался от многих неправильных вещей в своей жизни, вот, и все, все отделение, это, вот, значит, там, весь этаж, это за его деньги сделал, был ремонт, закупил кучу оборудования медицинского, там, значит, ну, там, больше миллиона долларов потратил свои денег, вот, именно, вот, на вот это оборудование, потому что в виде благодарности, значит, что за исцеление этой девочки, вот, и там сейчас, в этом, на этом этаже, комнату одну отделили специально для молитвы, пожалуйста, приходите в любое время, молитесь, ну, и врачи сами увидели реального, что, ну, это, это явно не медикаментозно, это не что-то еще, это сверхъестественное было исцеление, вот. Ну, вот многие священнослужители говорят о том, что онкология, это священная болезнь, которая помогает человеку получить время перед смертью, для того, чтобы покаяться и уйти в мир иной, так сказать, безгрешно. Это, знаете, это философия палача, философия убийцы, маньяка, вот такие маньяки в рясах, они, это самые страшные маньяки, вот, значит, это Чикатило в рясах с пристальной груди, вот, и я знаю таких священников, к сожалению, лично даже знал таких священников, и знаю, вот, и один из них уже покойный, уже, я его могу даже вот назвать уже имя, потому что он уже ушел в вечность, уже, я уже не связан, я пообещал не говориться, он уже когда, ну, пока не умрет. Короче, был такой священник один, здесь вот, в Московской области, если вы в Столшногорске бывали, по Ленинградке, если ехать, въезжая в город, в Столшногорск, там, значит, от нас, получается, по левой стороне, это храм красивый как-то, как торт такой, кремовый, украшен очень красиво. В этом храме служил отец Иоанн Паташинский, хороший священник, я считал, он был хороший священник, но он, опять-таки, он вел тогда, в начале 90-х, даже радиопрограмму, там, по Столшногорскому району, какой-то еще району, там, ближайшие районы слушали его радиовыступления, и, представляете, потом я разговаривал с его прихожанами, вот, и одна из его прихожанок, она мне потом сказала, в Столшногорске мы встречались, общались, она говорит, я больше в этот храм не нагой, а почему, говорю, что случилось? А, представляете, наш отец, что стал говорить прямо по радио, прямо в прямом эфире, а что, говорю, я даже, ну, как бы, так, напрягся, она говорит, а вот так и так, что, значит, я, в общем, даже не поверил, что он стал говорить, что якобы бараковые опухоли, эти онкологии, это якобы благословение для нашего района Сланшногорского, что увеличилось количество этих больных. И что-то, якобы, как вы сказали, что для покаяния, для исправления. Представляете, и он в прямом эфире стал молиться за весь район свой Сланшногорский, где он был тогда благочинным, чтобы свыше от Бога пришли раковые опухоли, онкологии на всех радиослушателей в прямом эфире стал молиться. И после этого, эта женщина отключила приемник и сказала, я больше не буду слушать этот канал, его выступления, но даже и в храм больше не ногой. Хотя раньше я постоянно ходил в этот храм. И больше того, я думаю, ну, может, ей что-то показалось, я же сам не слушал этого, этих программ. С другими женщинами общаюсь тоже, прихожанками этого храма, а там весь город, по сути, этот самый известный был храм. И другие женщины подтверждают, да, мы тоже слушали это, и тоже в ужасе. Правда, некоторые, даже после этих страшных молитв его, сатанинских, по сути, черная магия, кровина такая, знаете ли, вот, махровая такая, они по-прежнему все, как на удавах, кролики, они все равно шли в этот храм. Но многие женщины умные, они отказались, слава богу, отказались, да. Вот. Но я знаю продолжение этой истории. Те, кто в Слашногорске, те знают продолжение этой истории, да. Значит, слушайте, отец Иоанн, прошло время немногое, он сам заболел онкологией. И представляете, как он поступил? Лицемерно. Каким образом? Он не воспринял это как, в личной жизни, не воспринял это как благостерение. Стал обращаться к врачам. Чего следовало ожидать. Дорогое лечение, одно, второе. У него были деньги, и большие деньги, я знаю. И он потратил огромное состояние на извлечение. Но чем больше он лечился, и...